Здравствуйте! Это новости в студии Евгения Нефанов. Сегодня в Омске. Дольщики устали. И без квартир, и без денег. Помогут ли амичам крайние меры? Мотороллеры узаконили. Сбили пацана мелкого прямо. И скорее всего, он просто чего-то там не соблюдал. Какие права и обязанности есть теперь у водителей двухколесных? Пушистых показали. Детям очень нравится. Сколько весит представитель самой крупной породы кроликов? А также, каким будет герб Омска и кто ведет авангард к победе в Кубке Надежды? Итак, дольщики Ясной Поляны готовы выйти на голодовку вместе с маленькими детьми. Об этом нам они заявили журналистам «Антенны 7» на сходе рядом с недостроенными домами в микрорайоне. Поводом для встречи послужило первое слушание по делу бывшего главы госжелустройнадзора Олега Хилько. Но, впрочем, амичи, которые уже 6 лет не могут заселиться в новые квартиры, собираются провести громкую акцию у здания Министерства строительства Омской области. А в то, что хотя бы одно уголовное дело о недостроях доведут до конца, они просто не верят. То есть остались с ипотекой еще 15 лет. И без квартир, и без денег. Без двумя детьми, которые скитаемся по родственникам. Просто бомжи. Нам жить не где. Перед интервью Наталья Шиповалова приняла успокоительное. Но вновь смотреть на недостроенный дом и говорить о том, каково ей и ее семье пришлось на протяжении последних 6 лет, без слез не может. Для молодой семьи двухкомнатная квартира в новостройке – настоящая русская мечта. Миллион четыреста по ценам 2008 года. Часть из материнского капитала, часть в ипотеку. Прошла такая акция. Микрорайон, доступные цены, с отделкой под ключ. Но все люди, все мы простые, которые работаем, мы сейчас отдаем деньги просто так в банк. Остались и без жилья. А они теперь сидят, продолжают в законодательном собрании. Они законы предпринимают только для себя. Уголовное дело возбуждает, потом его закрывают. И на это реально уже крик души. И все же уголовное дело есть, но не в адрес застройщика. На этой неделе в Центральном районном суде состоялось первое слушание. Обвинение бывшего начальника госжилустроенадзора Омской области Хирко в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации на превышение должностных полномочий. До восьми лет грозит Олегу Хирко по этой статье. Но своей вины он не признает и общаться с журналистами отказывается. Все это время, пока шло следствие, он на свободе. Напомню, в декабре 2009 и июне 2011 года Хирко выдал застройщикам трех многоквартирных домов в микрорайоне жилой парк Врубелево и комплексе Ясная Поляна незаконные заключения о том, что дома готовы к проживанию. На самом деле дольщики не могли заселиться. Фактически дома были недостроены. Дома не были готовы к проживанию, настаивает гособвинитель и в течение нескольких часов зачитывает материалы экспертизы. На заседание не пришел ни один из 188 дольщиков, которые проходят потерпевшими по делу. Поэтому судья объявил перерыв до 9 апреля. Как на уровне второго этажа в 2008 году покупала квартиру Гульбанужек Салыкова, так за все это время не появилось ни одного нового кирпича. Дом только разрушается и в то, что его когда-нибудь достроят, женщина не верит. Голодовку объявляли, заявление писали. Готовы на крайние меры. Будем голодовку с детьми объявлять. Маленьких детей соберем. Будем у министерства объявлять голодовку. Денис Уонос, Сергей Гаврилов, Александр Филиппов, Антенна-7. Ну и виновником своих бед люди также считают депутата законодательного собрания Омской области Юрия Шушубаева. Именно он, говоря дольщики, руководил компанией «Рокос», которая возводит этот микрорайон. Спустя почти больше года жарких споров среди депутатов Омского городского совета и геральдистов, в Омске, судя по всему, все-таки появятся новые герб и флаг. Причем тот вариант герба, за который сегодня проголосовали на комитете, изначально не нравился депутатам, но выбора не было. Московская геральдическая комиссия рекомендовала именно его. С золотой короной и красной кирпичной стеной. Она символизирует Омскую крепость. Но и вновь депутат Васильев высказался против и предложил в очередной раз эскиз своих творческих помощников. Тот же герб, дополненный двумя синими полосами, что символизирует пересечение рек Омь и Иртыш. Город Омск, самое главное, получил свое имя как раз в честь малой, тихой, красивой сибирской реки, реки Омь. Соответственно, и крепость наша любимая, которая сейчас, дай бог, будет восстанавливаться, и исторически она там была, она получилась именно... Вернее место было выбрано на смеянии двух рек Омь и Иртыша. Соответственно, крепость эта уже вторичная. Но депутаты с ним не согласились и его поправку не приняли. То же самое постигла и флаг города. Теперь на белом полотне будет красоваться утвержденный герб с короной и стеной. На этой неделе в России появился новый вид водительского удостоверения. Изменили. Изменения коснулись категорий транспортных средств. Помимо букв А, Б, С, Д и Е, теперь появятся такие обозначения, как А1, Б1, С1, СЕ, ДЕ и другие. Эти нововведения направлены на конкретизацию права управления. К примеру, если человек сдавал на права на автомобиле с автоматической коробкой передач, то теперь не имеет права управлять машиной с коробкой механической. Ну и напротив, освоив механику, сможет управлять обоими видами трансмиссии. Такие изменения, также изменения касаются и, возможно, допустимых размеров грузовиков. Но, пожалуй, самое интересное во всем этом, водители мотороллеров теперь тоже будут под контролем. Этот вид транспорта будет обозначаться буквой М. Наэль Барбара, Сергей Горбунов с подробностями. Знакомьтесь, Егор Дернов. Как вы видите, он один из тех, на кого теперь должен распространяться новый закон. И наверняка вы уже поняли, что он далеко не обычный участник дорожного движения. Егор занимается стандрайдингом на мотороллере. В качестве площадки обычно использует парковки возле торговых центров или спортивных арен. В Омске он один из немногих, кто использует этот транспорт для экстремального катания. Сейчас он готовится к новому сезону. Основные переделки – это в моторе. Там будет увеличенный объем цилиндра. Здесь трансмиссия, вариатор. Вариатор спортивный поставлю. Цепление. Возможно. В принципе, для стандрайдинга доработок не надо особых. Но мне уже не хватает. Для моего уровня. Хочется на большой скорости что-то сделать. Катается Егор уже несколько лет. Для сотрудников ГИБДД у него есть права категории А, что позволяет ему сейчас ездить и на мотоциклах, и на скутере. Несмотря на опыт, он до сих пор сталкивается с проблемами на дороге. И в первую очередь это хамство водителей автомобилей. Несколько раз он чудом избегал серьезных аварий из-за безответственности других участников движения. Возможно, для экстремальщика и нарушителя порядка на городских парковках это немного странно, но новый закон он поддерживает. Я считаю вообще отличный закон, потому что на моих глазах были аварии, когда около метромоста, по-моему, в сторону нефтяника в Красном пути, под метромостом как раз сбили пацана мелкого прямо. И, скорее всего, он просто чего-то там не соблюдал, какое-то правило, которое он вообще никогда в глаза не видел. Теперь для того, чтобы управлять мотороллером, необходимо при себе иметь права. Или как у Егора, категории А, теперь они распространяются на все двухколесные транспортные средства. Или категории М, только для скутеров. Мы знаем и констатируем те факты, госавтоинспекция, когда водители скутеров управляют транспортным средством, вот этим скутером и в состоянии алкогольного опьянения. Многие водители просто первый раз попросили прокатиться и сразу попадают в дорожно-транспортные происшествия. При этом сами получают телесные повреждения, но еще и другие участники дорожного движения травмируют. Несмотря на введение нового закона, пока сотрудники ГИБДД не будут привлекать к административной ответственности тех, у кого необходимого документа нет. Ведь программа обучения езды на мотороллере еще не утверждена. Больше того, в нашем городе крайне мало как мотошкол, так и специалистов в этой области. Но, кажется, мы знаем, кто мог бы помочь в этом. Инструктором стать? Школа, да, или инструктором. То есть у тебя же есть опыт, да, этим был экстремальный опыт. Это полезно. Согласился? Да, я думаю, стоит согласиться. Тема интересная и молодежь воспитывать. Плюсик в карме. На Эльбурбар Сергей Горбунов, Антенна 7. Украинцы вас ждут в Омской области. Накануне заявил первый зампред обл. правительства Юрий Гамбург на заседании комиссии по оказанию помощи регионам Украины и беженцам. Он сказал, что всем украинцам в регионе предоставят рабочие места. Например, в Одесском районе. Там нужны специалисты аграрии и специалисты социальной сферы. По условиям региональной программы по переселению соотечественников, беженцам из Украины выдадут пособия, помогут с трудоустройством и арендой жилья. Разговоры на лавочке, пост в Твиттере, запись в блоге. Политикам с такими возможностями может сегодня стать каждый. И обсуждение темы Украины продолжается. Впрочем, от нее многие уже устали. Совершенно не политическая акция, касающаяся другого соседа России, прошла в Старом Кировске. В День единения народов России и Белоруссии активисты общественного движения «Новый город» устроили российско-белорусский праздник двора. К счастью, метель «Завируха» накануне вечером лишь музыкальное оформление праздника двора в авиагородке. В этот раз общественникам пришлось подкорректировать план мероприятий с учетом времени года. Снег во дворе растаял, и сейчас здесь грязь, поэтому основные мероприятия они проводят на небольшом заасфальтированном пятачке. Но даже на нескольких квадратных метрах уместились все развлечения, проверенные временем. Проверить свои физические способности можно на конкурсе по поднятию гид или распилу бревна. Меткость в бросании меча в кольцо или метании дротиков. Главный в дротиках – житель соседнего дома Марат. Школьник на этом празднике – самый маленький общественник. Но поблажек никому не дает. Все, не попали, значит не попали. Два попали, значит два. На праздник двора в день единения народов России и Белоруссии пришел бывший морской спецназовец, плававший под флагом Белоруссии. К подрастающему поколению мужчина показывает медаль, которую получил совсем недавно. Ходили на Иванрогове в Африку на белорусском корабле. И вот за то, что мы тогда ходили на ТСН, прислали в Белоруссию медаль в честь того похода, награждение. На празднике двора в день единения народов России и Белоруссии побывали Денис Ионос и Александр Филиппов. Антенна-7. Кстати, по данным последней переписи, население в Омске и области проживает чуть больше 6 тысяч белорусов. Кролик-бульдог, кролик-баран, миниатюрный и кролик-великан. Необычных ушастых можно увидеть в континенте. На выставке больше 25 видов кроликов. Причем посетители могут взять их на руки, погладить и покормить. Светлана Урванцева попробовала. Этот белый пушистый комочек умещается в ладошках. Снежок – самый маленький в мире породы кроликов гермелин. Всего же на выставке 25 видов разных рекордсменов, с которыми здесь можно поиграть. Очень понравилась выставка, потому что здесь можно и подержать кролика, и покормить его, и погладить. Трехлетний Митя кормит кролика по кличке Великан, который размером практически с мальчика. Фландры – самая большая в мире порода. Великану нет еще года, а он уже весит 9 килограммов. Кролики очень добрые, красивые. Детям очень нравится. Да, сына? Да. Карликовый рекса баран – еще кролик формы головы, напоминающий бульдога. Эти зверьки не сидят на этой выставке в клетках, а гуляют по залу среди посетителей. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Немножко смеем тему. Отчисления в бюджет от деятельности омских муниципальных предприятий в этом году ожидаются меньшим, чем в предыдущем. Непростой вопрос сегодня рассмотрели депутаты Омского горсовета. Если в 2013 году доход от 17 организаций составил больше 55 миллионов рублей, большинство принес пассажирский транспорт, то в этом прогнозируемая сумма пока намного меньше. Возможно, предприятие компенсирует это социальными проектами. Насколько это реально, сегодня чиновники предложили провести оценку, и также они заинтересовались доходами руководителей муниципальных предприятий, которые могут предоставлять такую информацию, но не обязаны. Волейболистки-амички начали выездное турне с победы в Улан-Удэ над Харамарином. Как и ожидалось, матч получился непростым. Первая партия 27-25. Во второй наши девушки явно сильнее 25-15. В третьем сете игра вновь шла до тайбрейка, где амичка быстро выиграла победный балл 26-24, ну и 3-0 в матче. 7 апреля амичка играет в Уфе с аутсайдером местной Уфимочкой. Победа в этом поединке даст нашей команде хороший настрой на важный матч, который состоится 10 апреля в Нижнем Тагиле. Там у Уралочки уже нет турнирной мотивации, команда без вариантов пятая. Ну а мичку, чистая победа в Нижнем Тагиле, выведет на железное второе место и преимущество своего поля в плей-офф вплоть до финала. Полиболистки и мички сейчас находятся в длительном выездном турне. За 12 дней наши девушки сыграют 4 матча. А перед отъездом команда поздравила Юлию Кутюкову. Ей исполнилось 25 лет. По клубной традиции Юлия приняла подарки от девчонок, партнерш по команде. По-русски расцеловалась с поздравлявшими, в том числе с кубинкой Карилья и с сербом Терзичем. Главный тренер – тот самый человек, который пригласил Кутюкову в Омск прошлым летом. Юлия – хороший человек и великолепный игрок. Ее конек – прием. На мой взгляд, она лучшая в российской лиге в этом компоненте. Кроме того, она быстро, хорошо атакует и подает. А там, где у нее есть недостатки, она с огромным желанием работает над их устранением. 12 лет из 25 Кутюкова в волейболе. Начинала в Липецке, где родилась. Волейбол у Кутюковой семейная. Ее мама Марина играла за Липецкий стенол и была капитаном команды. До сих пор консультирует дочь по телефону. Настраивает на важные матчи. Говорит, что главное настроиться психологически, а остальное подскажет тренер и тренерский состав выведет на полный пик. В Липецке Юлия определилась с позицией. Доигровщица. Волейболистка этого амплуа должна не только хорошо принимать, но и уметь обыгрывать блок соперниц. Юлия росла как игрок, поиграла в Суперлиге за Новый Уренгойский факел. Череповецкую Северсталь по-настоящему раскрылась в этом сезоне в Омске. Об этом говорит и статистика, и поступившее недавно приглашение в сборную страны. Мне очень повезло с тренерским составом. Я очень многому научилась. Получила много положительных эмоций. Очень хороший дружный коллектив, которые всегда помогают. И стремимся мы к одной цели выигрывать. Торт на день рождения не заказали. И не потому, что пост. Близятся матчи плей-офф. Нужно ограничивать себя в калориях. К решающим боям важно подойти в лучшей форме. Главный тренер требует от Юлии более чистой игры. В основном, скорее всего, это прием, защита, ведение игры. Там меньше где-то ошибаться, потому что чистота игры. Он добивается для меня гораздо лучше чистоты игры. Владимир Стомин, Андрей Блохин, Кирилл Борисевич. Антенна 7. Омский авангард находится в шаге от победы в Кубке Надежды. В первых двух матчах финальной серии в Минске против Динамо наша команда одержала две победы. 2-0 и 4-0. Молодой голкипер Олег Шилин сыграл два подряд матча на ноль. И это первые его сухие игры в континентальной хоккейной лиге. Андрей Блохин расскажет о герое финала. В третьем матче финала Кубка Надежды, который пройдет в Омске в субботу, Олег Шилин наверняка опять выйдет на лед. Шилин в 21 год стал основным голкипером команды. За какой-то месяц он выяснил из рамки омских ворот гораздо более опытных Карлсона и Мезина. Он свой в этой команде. И это чувствуется. Я обратил внимание, что к вам такое очень теплое отношение в команде. Пока мы берем это интервью, человек пять прошло, пожали вам руку, похлопали по спине. Вы почувствовали, что попали в свою команду? Ну, я здесь семи лет в этой, ну, не именно в этом клубе, в своем городе. И я, по крайней мере, сейчас мне показали шанс, я стараюсь зацепиться за него, чем можно. Цепляться, чем можно, это, пожалуй, суть его игры. Речь вот об этих эффектных спасениях Шилина, которые сделали Олега звездой Ютьюба в начале сезона, в пору игры в Ермаке. Цепляет шайбу, как может и чем может. И помогает ему в этом, как ни странно, любовь к компьютерным играм. Не помню, по-моему, НХЛ какой-то там 2012 или 2013 года, там вратари постоянно так делают. На протяжении всего сезона болельщики «Авангард» удивлялись. Шилин жжет на палмам в Ермаке. Почему его в Омск не вызывают? Оказывается, все-таки вызывали. Я приезжал два раза, по-моему, он просто тренировался, пока были паузы, и выезжал назад. Да нет, обидно не было мне, потому что объяснили, что я пока еще не готов совсем. Я должен там набираться опыта, но я чем мог, тем помогал и Ермаку из Ангарска. Мыслями и планами сейчас Шилин в родном городе и родной команде готовится выиграть Кубок надежды в субботу. Но все равно он благодарен и Ангарску, где начинал этот сезон. Городу Геева стали узнавать на улицах. И где болеют, оказывается, сразу за две хоккейные команды. Это действительно правда. Я приехал, я после первой игры. Я, по сути дела, в основном в МХЛ играл, и болельщиков только, ну, со стороны видел, а там народ ходит, прям тебя в лицо узнают. После первой игры меня все узнавали, то есть было приятно. Я шел по улице, люди подходили, спрашивали, и люди спрашивали про авангард, как дела. Просили меня не уезжать в Омск. Мировой рекорд установили за минувшие сутки пользователи мессенджера WhatsApp. Общее число людей, установивших себе это приложение, превысило 450 миллионов человек. И за последние 24 часа они отправили 64 миллиарда сообщений. Из них 20 миллиардов исходящих и 44 входящих. О чем поведает наш проводник в мир высоких технологий Денис Иоанн, а сейчас узнаем. Привет, это iGadget. Японский бизнесмен стал обладателем уникальной камеры Hazel Blend 500, которая побывала на Луне в 1971 году. Это единственная камера, которая была на спутнике Земли во время миссии Apollo 15 и была возвращена на Землю. Данная камера была единственной, доставленной обратно. Из всех остальных камер были вытащены пленки, а сами аппараты оставлены на Луне, чтобы освободить место в космическом аппарате для образцов с Луны. Sony Xperia Z Ultra является первым планшетофоном Sony. Особенность модели заключается в том, что она имеет защиту от попадания влаги и пыли IP58. У Sony лучший дисплей среди других смартфонов Xperia. Вот это знание вам пригодится, особенно если сейчас вы пользуетесь Xperia Z или планируете переходить на Z1. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Разрешение 1920 на 1020 точек. Платформа Qualcomm. Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц. За графику отвечает Adreno 330. 2 ГБ оперативной памяти. Установлено 16 ГБ памяти. Пользователю доступно около 11. Операционная система Android 4.2.2. Разрешение камеры 8 Мп. Настройки типичны для Sony. Качество сносное, но и только. В идеале эту камеру можно использовать в паре с Instagram, но не более того. Немножко затрудняет процесс и размеры аппарата. Во время съемки держать не очень удобно. В целом Z Ultra не особо предназначен для фото. Не думаю, что для владельцев это станет проблемой. Запись в видео в HD и фотографировать в темноте не получится, так как нет вспышки. Фронтальная камера 2 Мп. Можно использовать для Skype. Даже если двух минут вам было мало, встретимся в интернете. Следите и записывайте. До встречи. Присылайте новости и видеоистории на наш электронный ящик новости собакандена7.ru. Смотрите новости на нашем канале. До встречи. Газовые плиты Дарина, Гефест и Горение в магазинах компании «Юза». Гусарова 45, 23, 28, 98. Надоела зима и серая весна? Соверши покупку и выиграй путевку в лето. Успей до 26 апреля в лето с континентом. Спортивный комплекс «Ермак». Бассейн, сауны, спортзал. Мы работаем для того, чтобы вы хорошо отдыхали. Улица Чапаева, 71А. Круглосуточно. Телефон 94, 82, 85. Компания «Юза». Региональный представитель в Сибири Минского завода холодильников «Атлант». Гусарова, 45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова